Понимаете, это в целом общая концепция мышления людей, понимаете, называется «А мне всё снятся острова и удивительные страны». Ну то есть всегда в другом месте лучше, а ещё лучше в другой стране, а ещё лучше в экономической развитой стране. Понимаете, я прямо сейчас, вот сейчас вот общался с одной своей родственницей, которая живёт в экономически развитой стране. И настолько тяжёлая жизнь, то есть когда очень высокий уровень жизни означает очень большие деньги надо зарабатывать, всё стоит очень дорого, люди часто живут в минус. И страна сама способствует этому, дают кредитики там, сколько хочешь бери, пока минус не становится неимоверным. А потом человек начинает трясти, там отнимают у него собственность, там ещё и так далее, понимаете, то есть жесткач просто. Я смотрю, допустим, у нас в России, всё равно людям как-то попроще жить, потому что уровень жизни не такой высокий. И в принципе, ну за квартиру не так много платить, там не так много продуктов стоит. Просто вот эта реклама, что там типа так жить намного круче. Я, допустим, приехал в одну страну, как бы развитую, ну одну из самых развитых экономических. Люди еле-еле вырываются на лекции. Я говорю, а что вы на лекции-то не можете прийти, у вас по деньгам же нормально всё. Они говорят, во-первых, Олег Геннадьевич по деньгам ненормально, потому что все деньги уходят на бытовуху. А во-вторых, работать приходится как и шаг просто, под 10-12 часов в день. Все пашут как и шаги, понимаете. То же самое, допустим, сравнивать Екатеринбург, я не против Екатеринбурга, и, допустим, Перми. Там тоже уровень жизни выше, означает напряга больше, жить тяжелее. То же самое Москва, люди прут в Москву. Там жить, чтобы выжить, надо больше платить два раза денег, понимаете, чем здесь. И так далее, это просто неправильное мышление. Люди думают, я сейчас поеду в Сочи, поеду в Москву, поеду в Екатеринбург, и у меня всё сразу будет Кока-Кола. Понимаете, там жить будет тяжелее, работать придётся больше, выживать придётся сильнее. И не факт, что там будет вам легче жить, потому что это мой опыт. Я езжу по всему миру и смотрю, где как жить. Вот, допустим, в России я вижу, люди более-менее расслаблены. Они такие ходят, вальяжненькие такие, как бы, ну, типа, ну, нет работы и нет, ну, а чё делать. Вот, понимаете, ну, вот, допустим, в Германии вы так жить не сможете. Понимаете, там или работай, или в тюрьму посадят просто. Понимаете, за долги там, ещё за что-то. Вот и всё, мои хорошие. Ну, то есть, ей сюда переводится? Потому что она как-то... Сюда переводится. Потому что я туда туда ехаю. Будет жесть. Вы туда перейдете, ещё хуже будет. Вы тоже напряжётесь просто. Я, 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 я. А? Я, 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 двинусь. Это тяжёлая. Однозначно. Видите, вы это чувствуете сами. То есть, она, ей сюда переводится. Ставьте ей условия. Она взрослый человек. Должна сама учиться понимать, что ей там счастья жить не будет в этом городе. Ну, вы рядом спросите. Вы меня спрашивали, нет? Нет? Ну, спросите. Мы с мужем живем 21 год власти. У нас 4 детей. И первая семья в юности. Мы как первый год, когда папа родил, только они же прошли. Вот. И 3 года уже так. Муж, я изменяю. Муж, я изменяю, потому что устал. Ему нужно что-то как-то менять жизнь. Если в семье нет молитвы, духовной жизни или мало, то мужчина сваливает другой женщине. Видите, четверть детей – это означает основание, чтобы не уйти совсем. Обычно, когда очень много детей, это удержит мужчину уйти совсем. Но у него нет выхода, ему надо гулять. Почему? Потому что человек хочет быть счастливым. Женщина испытывает счастье от детей очень много. А мужчина только от половых отношений с женщиной испытывает счастье. Все, больше у него нет такого как бы опции. Поэтому, если совести нет, если отношений с Богом в семье нет или мало, значит, мужчина сваливает к другой. Все. Закон жизни. Хоть хороший человек, хоть плохой. Вот у вас хороший человек как бы. Но от этого ничего не меняется, понимаете? Не имеет значения. Есть такое понятие – очищение судьбы. Вот, допустим, если брать вашу судьбу, то у вас, ну, как бы, с возрастом увеличивается склонность к одиночеству. То есть, ваша судьба, как бы, она, ну, и длительный период, там, 5-6 лет, вот, примерно, начиная где-то года полтора назад, начинается длительный период, в котором есть высокая вероятность, что вы останетесь одна или вас будут предавать в жизни. Ну, такой длительный период, еще, еще, там, 5-6 лет вперед, понимаете, будет длиться этот период. Вот, и надо просто его нейтрализовывать, понимаете? То есть, когда говорится плохой период, люди обычно это понимают как, ну, как обречение, ну, что ничего не получится дальше. Но, на самом деле, если вы в аскезе, в неподвижном положении тела, хотя бы полтора часа в день молитесь, то вы полностью нейтрализовываете этот плохой период, и придет время, там, может, 2-3 месяца, и у него мозги начнут вставать на место. Или эта телка ему устроит веселую жизнь, понимаете? Так или иначе, что-то произойдет, что заставит его прийти в норму, потому что то, что сейчас он делает, это грех. И этот грех, он происходит только по причине того, что судьба не лечится. То есть, понимаете, есть болезни тела, есть болезни психика, есть болезни судьбы. Что такое болезнь? Это значит, что-то копится плохое. Вот он в своей жизни копит что-то плохое сейчас, и чтобы он не копил, нужно лечить судьбу. А судьба у вас общая в этом плане. То есть, вы молитесь, ему тоже помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!